Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А время как будто застыло Минуты тянулись слишком долго Вот и погода испортилась Небо затянули мрачные серые тучи Показалось, что вот-вот польется дождь Пора бы уезжать Можно было бы завалиться веселой компанией В ближайшие трактиры напиться Вспоминая этот вечер Как какую-то нелепость Недоразумение Может это просто дурное видение И все скоро кончится Какой-то шум, обрывистые фразы И громкий выстрел КОНЕЦ КОНЕЦ Михаил Юрьевич Лермонтов Имя, известное каждому с детства Со школьной парты С первых учебников У кого-то сразу всплывут в сознании Мелодичные рифмованные строчки Кто-то вспомнит, что он был еще талантливым художником Что погиб на дуэли от руки Своего друга Мартынова Но что нам еще известно о Лермонтове? Правда ли, что его не очень жаловал Николай I? Иначе почему заворачивал представление о награждении За воинскую доблесть и храбрость в бою? А потом запрещал любые публикации о его смерти? Верно ли, что поэт был агентом тайной канцелярии И выполнял на Кавказе особые поручения? Какие? Кто был любимой женщиной Мишеля? Кому он посвящал трепетные строчки признания? Когда он перешел черту между жизнью и смертью? В этом смысле Лермонтов остается для нас неизвестным Личность поэта до сих пор таит множество нераскрытых фактов Уже 200 лет Михаил Юрьевич остается одним из самых загадочных И малоизученных русских классиков Судьба подарила Лермонтову неполных 27 лет И эта совсем недолгая жизнь до сих пор как паутина Окутана мистическими предположениями, невероятными слухами и легендами Лермонтову 17 лет Казалось бы, впереди только самое лучшее Мир раскрывает свои объятия Живи, радуйся Но он уже пишет в своей тетради Кровавая меня могила ждет Могила без молитв и без креста На диком берегу ревущих вод И под туманным небом Пустота Он словно видел свое будущее Гроб с делом Лермонтова в церковь не заносили Молитв не читали Того, кто погиб на дуэли, православная церковь приравнивала к самоубийцам А значит и отпевания быть не могло На месте первого захоронения будет лежать простая каменная плита с надписью Михаил Добрый день, дорогие друзья Место Лермонтова в патрионе русских гений особое Таланты, невероятно глубокий и зрелый психологизм Безусловная гражданственность и подлинный патриотизм Все это и есть Лермонтовы Но для понимания его уникальности этого маловато Значение и масштаб для национальной культуры творчества Лермонтова не получил должной оценки и по сей день Такого не происходит ни с кем Пушкину, например, достается больше объяснений Создатели русского литературного языка, солнца нашей поэзии, первый отечественный прозаик мирового масштаба и так далее Величию Лермонтова приходится верить на слово Это немного несправедливо, как несправедливо в целом оказалась устроена сама жизнь Лермонтова Ее краткость Лучше помните про физические 26 лет, а про то, что Лермонтов писатель – это менее 5 лет полноценного творчества Ее обусловлены цепью боли или менее нелепых случайностей Ее темп, в общем, всякая смерть прежде временно, но в случае с Лермонтовым это ощущается особо трагичным В литературу он вошел на освобожденное Пушкину место и до окончания веков обречен на титул второго поэта России С вами Маршерская, но поразительное дело Невозможно отделаться от ощущения, что тень Пушкина до сих пор отчасти заслоняет для нас подлинного Лермонтова Сравнивать их не берется никто Однако, если остановиться не столько на творческой, сколько на частной биографии Трудно представить себе двух более непохожих людей Небогатый весь долгак профессиональный литератер, зарабатывающий семье на жене писательских трудов И наследник огромного состояния, никогда не нуждавшихся к деньгам Лермонта убедут свой урод от Георга Лермонта Выходца из Шотландии, от того старейших шотландских родов Первое упоминание которого относится к 13-му векову Сущая везьяна лицом, как сам Шокин Пушкин Предмет насмешив выше общества и симпатичный, популярный светский хулиган Поклонник прекрасного пола, чья гиперопечувствия Столь важна для осмысления его наследия И человек, всю короткую жизнь промучившийся от считанных неразделенных увлечений Шутник, для которого свое словцо никогда не было самооценным И шутник, в конечном счете погибший из-за вошедшей в легенду Банальной словесной издержанности Сиренина, безразличный ко всем родственным узам Крово-Францкий, Супровский, Анцовский и вечный бабушкин внук Наконец, человек принципиально не прикрыт Станский и Вейн Кусар Офицерский мундир шел с всем родственным глазом, не носившим Другое дело, что никто, кроме, пожалуй, Дениса Давыдова Военной карьеры не искал и не делал Не делал ее и Лермонтов Более того, дважды пытался уйти в отставку Да и офицером достал почти с очередем, просив в Московский университет У Лермонтова были две полусылки полукомандировки на Кавказ Он влюбился в Кавказ, ставший для него настоящим местом силы Во время Второй больше воевал Ибо Николай Первый категорически велел поручика Лермонтова С ним и форта не отпускать Воевал недолго, всего несколько летних осенних месяцев 1840 года Зато с исключительной французкой Лермонтовский отряд, ведомый им командно переодетый в черкесские добровольцы Лихачившись по чеченским делам, скорее анахронизм Но лично мороз у поэта для современника было бесспорно, включая начальство Его дважды представляли кардинал И дважды не сгибаемый Николай Первый отклонного прошения Лермонтов первый большой военный писатель Причем не прозаик, а поэт Если в герое нашего времени Кавказская война хоть и ключевой, но все же фон То написанный позже Валерик и простерски точное описание знаменитого боя Настоящая фронтовая документаристика Любимый вздох Ах, что бы было, если бы этого не случилось В случае Лермонтова, конечно, теряет свою обыкновенную суть Лермонтов писатель стал широко известен в начале 1837 года Сосеев стихотворение «Смерть и победа» Поразительный уровень его наследия Не только качественный, но и количественный Дюжина павел Семь пьес Проза Свыше четыреста стихотворения А ведь он не проводил за письменным столом сутки напролет А успевал еще воевать Играть Стреляться Путешествовать по собственной лицарской воле Вести светскую жизнь Шутить дурные парашютки Он прошел свой жизнь на немыслимой для своего века скорости Сонно давно видел перед собой ту поляну На северозаторном склоне горы Машук Дуэль Лермонтова – это не дуэль Пушкина Последний защищал честь своей женой и женой Ему было за что умирать на черной речке Лермонтову уже сонно было все равно, как и при каких-то обстоятельствах Так что же произошло в тот роковой день 27 дней Поэт и прозаик Михаил Лермонтов был в Петпетегорске В возрасте 26 лет над Уэльей С отставным майором Николаем Орденовым 27 июня 1841 года Его смерть по сей день окружена его тайной И продолжает порождать новые слухи В 1840 году судьба Михаила Лермонтова Первый взгляд складывался блестящим С Кавказа, куда он был отправлен за стихотворение на смерть поляна Он вернулся победителем за войну Валерий Киев Речки Смерти Для него испрашивался орден святого Владимира IV степени Смарта В Петербурге вышла дневная книга сборники стихотворения А герои нашу времену раскупили на расхват После хвалебной лицензии северной пчели Тем не менее на дождение обращались запыхатели Ароманы вызвали удовольствие царя Вольности опального офицера в столице Вывели из себя великого князя Михаила Павловича Как вспоминал позднее граф Салахов На полу графини Воронцовой Дашковой Куда Лермонтова Петербурге в армейском мегире Младший брат императора не сводил в глаз Отбывающего наказания поляна Который возьмел явиться вместе с членами монаршего земельства Военное начальство не оставило без внимания подобных приступов И выпустило раздоряжение о скорейшем возвращении Лермонтова на Кавказ Ремонтёр Бориса Горлевского, Хуландского полка Петру Матенко Так описал приезд Лермонтова в город Где ему суждено было грехи с млюзмертием Промокшие до гостей приехали в Пятигорск Остановились на улеваренной створце Минут через двадцать на номере вели Столыбин и Лермонтов передними Лермонтов был шелковым, темно-зеленым, с узором и халатом А поясный толстым поясом, поясом, с золотыми желудями на концах Потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыбин Ведь и мартышка здесь, мартышка Я сказал, что послали за ним Именем этим Лермонтов приятельски называл Старинного своего хорошего знакомого Николая Солновича Мартынов К моменту встречи с Лермонтовом Мартынов Мечтавший когда-то о чинахе награда Был в отставке звания майора Не имел серьезных наград, резиновый сакет и дикарем Отрастил огромные бакенбарды В простом чертинском костюме С огромным тинжалом, нахлопоченной белой папахе Мрачный и мочевый Его суровый вид и нахлопоченный байронизм Стали поводом для постоянных насмешивших со стороны Лермонтов Неоднократно изображавшего мартышку Приготовлен на просто Главной темой его шуток Как раз был кинжал, с которым Артынов не расставался И который считал атрибутом настоящего мужчины Я показывал ему, как умыл, что не намерит служить мишене для его ма Но он как будто не замечал, как я принимаю его шутки Недели три назад, во время его болезни Я говорил с ним откровенно, просил перестать Но действительно перестал, но на несколько дней А потом опять взялся за ближай Говорить за показания, которые дал Мартынов через два дня после дуэли Объяснение произошло на танце в доме генерала Верзимова Поводом стал разговор пачерицы хозяина дома с поэтом Лермонтов вновь упомянул злосчастный кинжал, который оставался на его сопернике даже во время танца Подшумные звуки партепиана говорили не тихо, а скорее сдержанно голосом На замечание Эмилия Александровна Лермонтов что-то отвечал Но в это время как нарочно Трубецкое, взяв сильный аккорд, оборвало свою игру Слово кинжал отчетливо раздалось в устах Лермонтова Описал эту ситуацию биограф-писателя Павел Искаватова Мартынов потребовал ставить эти шутки Особенно в присутствии дам и вечер продолжился Мало кто из присутствующих придал значение произошедшему Однако в конце вечера майор снова подошел к Лермонтову, чтобы поставить точку в конфликте Между ними произошел следующий разговор Вы знаете, Лермонтов, что я очень долго доносил ваши шутки Несмотря на неоднократное мое требование их прекратить Что же, ты обиделся? Да, конечно, обиделся А не хочешь ли я требовать удовлетворения? Почему же нет? Меня изумляет твоя выходка, твой тон Впрочем, ты знаешь, вызовом меня испугать нельзя Хочешь драться, будем драться И дуэль между ними состоялась После команды сходись, Мартын пошел по направлению в барьеру быстрыми шагами Тщательно наводя пистолет Лермонтов выкинул луку с пистолетом вверх, не сдвигаясь в место Выстрел простался и Лермонтов, подхошенный на спи, даже сходиться за больным местом Мы подбежали правым боком дым из рана, вливался через круг Неразряженный пистолет оставался в руке Вспоминал после дуэли к ней с Васильчиком Смерть поэтом гноменно отрезвила его убийцу, которого вырвался крик Миша, прости меня! Сразу после изучившейся Мартына появлял коменданту, чтобы отдать ей руки закона По словам флигеля и дюйтанта полковника Мужина, император встретил новость о произошедшем словами Собаки, собачья смерть И только после ухоров со стороны великой княгини Марии Павловной объявил Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить Анар Пушкина, убит Лермонтов был похоронен на Патегорском кладбище, через два дня после дуэли Гроб несли на плечах представителей всех полков, где он служил Через 250 дней после похорон, император дал разрешение его родственникам на береговское тело в семейном искре, расположенном в селе Тархан И 5 мая прошло погребение проэта рядом с богинами матери и деда Ну и в заключении нашего вечера я хочу прочистить отворение, которое написал Лермонтов в 1831 году Никто не дорожит вновь на земле, и сам в себе в тягой скалтурки Тоска блуждает на моем челе, я холодный и горд, и даже злым толпе кажусь Неужели она проникну дерзко в сердце мне должна? Зачем ей знать, что в нем заключено? Огонь или сумра, там ей все равно Я предузнал мой жеребий, мой конец, и грусть тиранья на мне печаль И как я мучусь, знает лишь Творец, но равнодушный мир не должен знать и не забыт, умру я Смерть моя ужасно будет, чуждые края ей удивятся, а в родной стране все проклянут и память обо мне Кровавая меня могила ждет, могила без молитв и без креста На диком берегу ревущий год и под туманным небом пустота Огонь, лишь чужий странец молодой, невольным сожалением и молвой И любопытством приведет сюда, сидеть на камне станет иногда Спасибо за внимание